Это пятые по счету выборы ректора. Четыре раза до этого в Академии неизменно выбирали Анатолия Кандыкова. Таким образом, он руководил вузом больше 20 лет. Галина Буевич, как гласят официальные источники Академии, его соратник. 70 выборщиков сегодня определяли дальнейшую судьбу высшего учебного заведения. Единогласно они пожелали, чтобы новым ректором стала именно Галина Буевич. Из 70 выборщиков все 70 проголосовали за единственного кандидата. У нас ситуация в коллективе такая, что у нас достойный кандидат Галина Александровна, и нам других не надо, поэтому ученый совет ее единогласно выдвинул. Все знали, что она готовится на должность ректора, а резерв был открытый, поэтому ни у кого никаких сомнений нет о том, что у нас будет хороший ректор. Со следующей недели в крае начнут выплачивать первые антикризисные 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. Кстати, в управлении пенсионного фонда по месту жительства за ними уже обратилась треть всех владельцев сертификата. Это более 18 тысяч семей региона. Напомним, 20 тысяч рублей предоставляется всем семьям, которые уже владеют материнским капиталом или получат его до 31 декабря 2015 года. Для этого нужно только подать заявление в пенсионный фонд по месту жительства, причем сделать это не позднее 31 марта 2016 года. Сегодня размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, а полученные из них 20 тысяч можно использовать на любые нужды. 50 тысяч рублей и недельная поездка в Германию – главный пресс-соревнование. Сегодня в Барнауле в шестой раз проводили конкурс пекарей. Участвовало 11 специалистов, работников хлебозаводов. На протяжении всего дня они показывали свое мастерство, отвечали на теоретические вопросы. Но самое главное – выпекали хлеб и плетеную халу из муки первого сорта. А всем телезрителям при покупке хлеба эксперты советуют внимательно смотреть на дату производства, а еще состав выпечки. Самый полезный хлеб, по их мнению, можно испечь только из цельно смолотого зерна. Когда у нас используется мука с высоким снижением отрубей или мука из цельно смолотого зерна, то она априори содержит максимально возможное количество микроэлементов, пищевых полотенцев, витаминов. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, Город.